Всем привет! Привет! Продолжаю серию видео по созданию дома. Пришла череда текстурировать. Текстурировать буду в сабстансе. Что-то в фотошопе возможно нужно будет подправить. Возможно по ходу действия нужно будет поправлять развертку. Я постараюсь как можно больше и информативнее сделать видео. В максе я переделал развертку, как вы видели в прошлом видео. Я хотел сделать, чтобы она была накладывающаяся друг на друга. Но передумал, потому что при запекании карт внутри пространства Substance Painter карта Ambient Occlusion перепекает друг на друга и получается ерунда. Просто я сделаю тайловую текстуру Substance Painter. Даже на примере как в максе я сделал. Текстура рандомная. И просто в самой карте Tile Тоже самое делает и Substance. Если текстура тайловая, это по ходу нет. Здесь видно переход. Переходы между картами не видны. Здесь это заметно. В одном месте видно. Текстура не тайловая. Надо ее в фотошопе делать тайлить. Здесь тоже заметно. Потом применять. Несколько раз она накладывается. В данном случае четыре раза. Накладывается и размер текстуры получается нормальный. При том, что на самой развертке 4К я сделаю. Помещено вот это один слой получается. Я его отделил от бревен. Здесь будет слой именно одни доски. Сделал для того, чтобы... Хочу еще в некоторых местах хотя бы сделать конец доски. Наложить туда своеобразную текстуру. Идет там кольцевидная такая. Ну, как дерево растет с кольцами, так и здесь. Хочу наложить подобное что-то. Но для этого нужно сделать ID-карту. Цветовую ID-карту. Я теперь буду заниматься в этом видео. И текстуре также. Вторая часть дома. Получается второй материал. Тоже 4К. Но в движке все это можно делать. То есть текстуру можно упразднить. Сделать ее с меньшим разрешением. 2К. 1К. Или вообще 512 на 512. Смотря для какой игры. То есть в Unity. И в этом другом движке. Бесплатно как он там. Как он там называется-то. Unreal. Unreal. Там тоже скорее всего можно. В Unity точно я видел что. Просто в Unity более-менее там разобрался. Как накладываются материалы. А в Unreal я так его включил и выключил. Посмотрел что там. Ну да там. Ну не об этом сейчас. Так. Catalz. Чтобы не переназначать все материалы. Так. Должны совпадать названия материалов и модели. Wood boards. То есть доска. Да. Вот подсвечивается материал доски. Wood boards. Бревна. Wood locks. То же самое. Wood locks. Так как я переделал дверь еще. Добавился на дверь. В эту текстуру. В этот сет. Материал. Но. Все равно придется. По-другому. Накладывать. С другим разрешением. Видите. Не совпадают квадраты. Чекера. Чекера. То есть здесь будет более четкая, более проработанная текстура. И она будет отличаться от других текстур, примененных к этой модели. по-другому. Допустим здесь я сделаю тайл 4. Значит здесь сделаю. Ну примерно в два раза меньше. Потому что квадраты чекера в два раза меньше. Чем остальной модели. Если не забуду. Постараюсь не забыть конечно. Так. Катрал сзади. Назад все. И теперь выбираем полностью всю модель. Так как я там изменил. Но я поправил и развертку. Давайте посмотрим на нее. Вот она. Часть тут печки. Часть дров. Значит нужно мне печку отдельно, доски отдельно. Так вот эта вот ручка вообще. Ее тоже отдельно. Давайте выберем печку. Глянем где она. Ага вот она здесь. Поближе все это сдвинем. Дерево к дереву. Печку. Естественно к печке. Чтобы idmap была у нас более узнаваемая. Ну то есть чтобы одним цветом все забить допустим. не помещается. Не становлюсь. Нужно перевернуть вот так вот. Не вылазить с ромбом. Немного не хватает. на эту я хотел тоже другую текстуру сделать. на ручку двери. Туда надо окончание доски с двух сторон тоже как немного в сторону. если делать одним апп, чтобы здесь был один цвет. Так что мне делать с этой вот штыкой. в принципе все равно там как она будет располагаться. здесь не будет идти волокнистая текстура дерева. Здесь будет просто глина. вот это можно можно вращать эту часть развертки как угодно. расположение развертки чем-то напоминает игру в пятнашке. кто играл примерно такая же вот примерно такая же игра. так это наверх это вниз это тоже вниз поместились и еще очень много свободного пространства. по идее можно несколько 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 моделей из других материалов все равно разместить. вот здесь место по-моему сколько. так посмотрим если мы добавим вот этот размещение текстуру с паддингом как он его разместит. печка здесь. это можно перевести сюда. в принципе нормально. хотя очень много свободного места. выход такой ситуации или модели что-то еще и забивать эту всю развертку. или же взять и перенести из других из других материалов как здесь доски там. и тем самым увеличить качество развертки. потому что больше влезет в квадрат развертки. больше влезет моделей. какие-то можно отдельно лежащие доски туда перенести. посмотрим на эту развертку. здесь она конечно забита на 95 процентов где-то. в принципе отсюда можно повытаскивать некоторые элементы. выделяем выделяем с помощью элемента нужные нам модели можно вот эти вот окна вытаскивать оттуда вот эти вот лестницу можно целиком думаю влезет там так лестницу я достал давай еще может вот эти доски и добавлю еще лестницу туда но нужно еще наверное и с другой с бревенчатой части нашей модели тоже что-то достать возможно вот эти вот достану и вот эти чтобы примерно на чекере были была одинаковая размер квадрата одинаковый размер квадрата еще вот это это уже другой лоску не заметил так и нажимаем detach отделили отсюда выбираем stove stove по-английски это печка и приотачиваем то что мы там отделили не забываем назначить снова материал на все назначили стол теперь у нас получился вот такой набор печка и немножко дров так же давайте еще из этой части модели некоторые доски достанем и поместим туда эти вот допустим нужно убирать это слишком длинные наверное это вот это наверное ну и здесь вот я еще доску забыл ее возьми ну и может еще пару вот этих также detach нажимаем окей и приотачиваем с это делай сюда стоп опять назначаем материал стоп стоп назначили так теперь раскладываем развертку по новой так это новоприбывшие можно сделать немножко их отнести в сторону и нажмем вот на это rescale элемент то есть он всех делает одинакового размера развертку здесь мы выбираем rescale ну мы уже нажали и rotate вращать то есть он автоматически вращает по своему алгоритму и раскладывает максимально старается максимально плотно разложить их на развертку нажмем и потом нажмем на пак custom это нам запаковал таким вот образом теперь нажмем сюда на padding одна тысячная и еще круче их плотнее раскладывает вот такая получилась развертка хочу найти печка перенесем сейчас печки тоже перенесем постараюсь разложить печку в одном месте потому что это один материал а дарва в другом месте есть вот эти вот энд 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 и тоже в отдельное место скорее всего я для них сделаю отдельную найти ид карту так можно еще проверить на релакс 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 а ведь там поправились некоторые элементы нажимаем паддинг печки так печка так можно отрезать этот энд тоже отдельно чтобы он был жмем на этот break отделить это тоже and откуда-то с какой-то доски ну на явно неправильно лежит развернем это вроде бы правильно это скорее всего неправильно так это тоже нужно развернуть потому что у нас текстура будет дерево так вот горизонтально проходить если мы поперек положим то она будет выглядеть ненатурально так печка на месте ну можно энды тоже эти поделять это конечно займет какое-то время чтобы это все сделать такая у нас работа моделера можно было вначале это все продумать но вначале продумать все сразу это наверняка кто-то может я конечно кое-что продумал наперед но не все конец досок конец бревен на них я буду накладывать другую текстуру как запланировал как я смотрел там на рев нашего дома посмотрим потом это энд или не энд так и жмем брейк можно нажать сюда без ри скейл и ротейт я мы все сложат аккуратненько в квадратик мы этот квадратик перенесем сюда пересмотрим что вот это за элемент так у него находится на это end на лестнице в принципе тоже можно поделять брейк вот еще здесь здесь брейк и складываем их сюда сюда переносим я почему применяю не готовую развертку потому что я боюсь что могут отключить свет а у меня нету б б источника бесперебойного питания поэтому я просто работу могу потерять который проделался частом на допустим лучше по новой переназначим это все сохранилось то что я делал переносил и не придется вдруг чего по несколько раз это делать но если у вас таких проблем нет есть бесперебойник то вы на коне вот еще забыл одну энд переносим сюда кучку выделим их всех и жмем сюда без ри скейла переносим сюда так вроде end и все я подделял вот не все в некоторых местах возможно их и не видно будет сделаем даже в тех местах где не видно смотрел я некоторые мультфильмы японские они там конечно вообще делают все максимально прорабатывает но не во все конечно я смотрю 3d шины и 2d анимешки прорисовано все практически идеально каждую мелочь не рисует обдумывать и стараясь как бы следовать тоже японскому этому стилю то есть надо максимально то что ты можешь сделать обложить свою работу максимально качественно максимально проработан неважно видно эта часть не видно все но где-то там его будет заметно будет кто-то весь пропустил смотри стараясь не пропускать вот эти повернем повернем и переместить торец доски торец бревна эта кнопка выбирает полностью элемент развертки снимая галку мы выделяем часть развертки нажимая на галку выделяем полностью вот влезли все наши энды на одном месте есть кое-кто за рамки выходит если за рамки выходит какая-то вот перина пересекли пересекать и кто-то за искать ему место куда можно разместить так применим collapse tool и сохраним 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 давайте накинем на всех чекер вот уже примерно приблизилась я еще немного подправлю эту развертку станет немножко меньше квадраты эти по идее что куда качественно была текстура одинакового размера нужно чтобы эти квадраты все были одинаковые так зайдем вот борт здесь постараемся поправить и энд и тоже находить торцы так выделим все и по 1 тысячную деляем все энд и все торцы тоже потом гляну где он там находится если у вас текстура будет одинаковая по всей доске то отделять их не стоит но я захотел заморочиться немного на и нанести сюда на торцы другую текстуру заодно и посмотрите как substance можно это реализовать во всяком точке как делаю я что-то по-другому делать но я делаю своим способом и он мне нравится он меня там не устраивает пришел была а и все чтобы гр так вроде бы хотел сказать вроде бы все тут совсем еще не все так отделим это что я нашел уже сохраним еще мне опять сохраним сохраним и хотел посмотреть на эту часть что это за элемент такой вот это где он находится это тоже янта торец или что это нет это не торец и 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 из и и и и прожимаем паттинг теперь выделим все и размерность практически не изменил теперь вопрос как разместить вот эти торцы где-то нужно для них место разыскать это влезет куда-нибудь в другое место сейчас найдем где-то нужно влезть это так ли это попытаюсь сюда и сюда как-то это все делается для более качественные текстуры на выходе уже когда мы затекстурим все полностью то есть нам будет более крупного разрешения и смотреться лучше рутейт включим шиванных вы у него в одном направлении ну а тут вообще все влезли замечательно ну вот немножко здесь так вот отодвинем дадим больше пространства для idmap так неплохо 90 96 процентов занято это хорошо применили и можно еще проверить нужно проверить правильно ли ведут волокна нашим деревьям вроде бы все натурально проходит развертку мы расположили в нужном направлении я не проверил печку давайте проверим печку тоже бахнемся на этот материал печка не важна здесь рандомная текстура будет глины поэтому сейчас мы проверяем только дрова то есть на примере что мы проверяем вот допустим нас элемент и он после манипуляции там наших с этими кнопками допустим лег вот таким вот образом видите что происходит то есть текстура идет ненатурально она идет в другую сторону это сразу заметно не годится поэтому возвращаемся как было и теперь волокна идут натурально как и природе и идем теперь на третью часть нашей модели и поправим также развертку сделаем как можно плотнее чтобы она лежала друг другу делим торцы бревен так некоторые здесь уже понялил начнем искать торцы начнем искать торцы зажимая катера мы выделяем нужный нам элемент который мы хотим отделить И потом с помощью break отделяем. Тоже заберем с собой и смотрим внимательно вот еще один торец и break жмем break. Без rescale складываем их в квадрат и переносим в эту сторону. И смотрим еще раз на предмет торцов наших бревен. Если какой-то пропустили, мы его отделяем и сложим в одну кучу. Так. Сюда. И давайте их размерность. Ну они сейчас размерность одинаковая. И прожмем вот этот padding. Он очень хорошо складывает. Так. Теперь размерность. Разница небольшая. Там чуть-чуть подпрыгнуло. Это можно сложить назад. Так. Эту доску нужно перевернуть автоматически. и нужно такой же сделать финт. Все разложить как-то если получится. должно получиться выделить место и разложить в одном месте наши торцы бревен. постараться это сделать. так. Так. Не вとうizian. особого места как бы нет тут не разгуляешься хочу где-то здесь хотя бы где-то как-то с краю разместить все это дело но возможно придется и в таких вот нишах тоже изменяешь таким вот макаром таким вот образом давайте запихивать теперь снова наши торцы как они тут смогут поместиться в три раза парочка вот этих москва сюда смогут трое даже четверо тоже наверно 4 не влазит будет плохо при айде создание иди-карты то есть когда я делаю иди-карту я и делаю как бы нахлёст вокруг нее несколько пикселов и также несколько пикселов нахлёст делаю другого какого-то материала чтобы они не пересекались желательно иначе будут они один материал будет лежать на другом стараюсь как-то их размещать подальше на рука нога это можно вверх поднять и 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 как можно плотнее стараемся распределить чтобы они двигались в одном направлении зажимаем shift и двигаем вверх или в сторону и и и и и Продолжение следует... 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 то что буду использовать в работе здесь как бы нет такой структуры волокнистая как по есть просто круги и модель там будет не цельная половина какая то можно и вращать имеется ввиду именно вот этих вот торцов торцы нужно вращать и и и и Продолжение следует... 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 Так, вот такой домик у нас получился. В 3D Max сделали развертку, проверяли различными текстурными картами, чекером, волокнистостью древесины направлением, то как идут волокна в древесине в природе, то есть чтобы не было несовпадений. Так, и по размерности я применял к ним вот эту утилиту ResetXForm. Это делается для того, когда вы, допустим, какую-то часть модели масштабировали, или полностью всю модель, то могут быть проблемы с текстурами и с переносом этой самой модели в движок Unity. И там, может быть, невозможно будет ее потом исправить или текстуру, или будут какие-то артефакты. То, если вы даже забыли, лучше применить к модели XForm. Так, дверь я сделал, ручку я сделал. Посмотрим на стилизацию, как она выглядит. Вот такой домик охотничий, или какой-то старый домик в деревне. Продолжение следует... Выделяем всю модель и экспортируем ее в ExportSelected. обиджи так адрес хоть тут тут лоу и обиджи холл экспорт дам теперь что я делаю в максе мне нужно теперь вновь anvrap.uv нажать и хочу запечь айди можно делать по отдельности две карты в прошлых видео там показывал то есть я выделял в editable поле элементы потом их скрывал потом делал рендер развертки потом фотошопе их сводил уже с разным цветом ну здесь как бы развертка простая вот они все енды я их всех вывел находятся друг от друга я имею ввиду что я хочу покрасить это здесь будут энды торцы досок бревен будут и печка отдельно да кстати печку еще надо посмотрим где печка печка вот вроде бы нормально вот это только нужно убрать если это убираю я должен буду пересохранить модель как видите модель весит на 7 971 это немного принципе экспорт целых ты эти названия модели и материалов в блок борт тестов то же самое название перейдут в собстан спринта рендер юги здесь забиваем размер текстуры вы хотите запечь размерность не это 4k эти все флажки я убираю сюда включая солицу и запекаем рендер юги темплейт получается вот такая вот карта у нас минус сохраним в текстуры так у меня будет три материала надо скопировать название катал c сохраняем макс текстуры мир создать папку то и дадим имя тоже 100 100 мышь она есть вторая часть копируем и проделаем ту же самую операцию ту марина юми 496 496 соль сохраняем и и так и заключительная часть применяем модификатор нврэп юви институт а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И загружаем наши будущие ID-карты для Substance Painter. Продолжение следует... 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 печка ты раздаваем три четыре элемента внизу мы их часы будем красить не задевая рядом стоящие элементы потому что это будет здесь наложим другой материал здесь будет материал глины а рядом вот это вот тоже бы дерево здесь вот проблемный момент как я говорил если не рядом стоят нужно захватить вот эту белую часть но не коснуться рядом так один цвет есть берем 2 допустим зеленый и красим уже дерево здесь принципе можно без выделения закрасить вообще полностью всю область чтобы не было артефактов черных и Тоже таким вот образом, аккуратно, чтобы они не пересеклись, но захватили всю белую часть развертки. И третья ID будет синего цвета. Так, можно снять выделение и вот это все закрасить. Так, а если мы вырежем RetralJ, нажмем, у нас получается вот такая вот карта. Но здесь вот нужно подправить, чтобы не было этих черных. Допустим, Arise и между ними вот так вот. Получилась карта. И у меня есть фильтр Solidify A, который закрасит все. Вот здесь вот черное осталось, и его нужно это черное убрать. Потому что это явная ошибка, нам ошибки не нужны. Да и разводы вот эти вот мне, конечно, тоже не нравятся. Substance Painter может не понять, что там за цвет. Можно просто завозюкать своим цветом вручную. Здесь у нас все будет дерево. Здесь у нас будет End. Торцы. Brush. Закрасим здесь вот так. Cattle Shift Type. Закрасим снаружи. Ну вот. Такая у нас ID-карта вот вышла. Сохраняем ее и называем ее ID. Это у нас 100. ID 100. Сохраняем. Окей. Вот у нас такая цветовая ID-карта. Делаем следующую. Так. Делаем следующую. Woodboards. Woodboards. Boards. Boards. Ну да, здесь у нас доски и торец. И все. Два цвета. И как мы помним, соответственно, вот это вот торцы. Лучше я проверю. Оно. Тысячу раз не делать. Unrap. Open. Это все торцы. Угу. Это все торцы. Вот в этом месте они находятся. Угу. Угу. Их можно в принципе сделать таким вот образом. Применим такое вот выделение. Так вот. Выделили. И берем цвет. Прокрашиваем. Все это дело. Потом катал shift. Тай. Верем другой цвет. Резовый. И прокрашиваем здесь все внутри. Письмо. Побольше. нет. Ну вот. Убираем чпик. ID. Woodboard. Сохраняем. Так. И. Woodlock. Woodlock. Загружаем. здесь у нас немного посложнее ситуация конечно же ну ничего справимся и здесь и проводим в нужных нам местах зажимаем shift чтобы прибавить новый элемент выделения более чем и и и и и и и Продолжение следует... 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 так и включим ему может такой вот цвет студию чтобы чтобы свет был именно студийный белый максимально приблизиться к оригиналу текстуры что видно было какого цвета текстура сейчас мы подберем какую-то студию ну что были перепады контрастные этого цвета студийного то есть если допустим выбрать вот этот карту то есть на выдавать не желтоватый такой цвет на нашу модель и непонятно какой как мы там текстуре правильно неправильно ну что вот этот всех давайте его оставим можно заблюрить все что он сзади находится и в максе когда мы делали да то материалы применяли нас называли наши модели и отправили всех вместе если у вас будет действие другие названия то есть вы неправильно далее название материала или вообще его не дали и вас будет здесь стандартное название 13 дефолт 14 дефолт и так далее то есть на называйте материал и отдельно если вас несколько карт будет на модели каждый материал и именуйте и тогда у вас будет собственно все но такая картина то есть три три разных материалов так модель загрузили добавили ему освещение нужным здесь нам ничего не нужно проверим что здесь не нужно вроде бы здесь шадер параметр ао интенсивность качество 16 спт-64 мод материал я добавлю сюда еще амбит окклюжен то есть когда мы будем запекать нас появится еще одна карта ао отдельно размер рабочего пространства разрешение текстура 248 не оставлю потому что компьютер просто не потянет нормал микси комбинация комбинирование допустим если добавлю сюда нормалку свою и здесь будут прорисовывать какие-то нормальные да то она все будет вместе и но есть вариант еще реплейса заменим это составляем по умолчанию мультиплай амбент окклюжен оставляем тоже помолчая в принципе это как бы в первый шаг мы загружаем модель проверяем там все параметры загружаем все карты второй шаг выставляем нам свет какой нужен здесь какие-то параметры меняем какие там нам нужны если кому-то нравится шаду шаду выставляет третий шаг запекаем наши рабочие карты с которыми будем работать и делать красивые текстуры должны были сюда подгрузиться иди карты вот они на и жмем бейк текстур нормалку мы не будем запекать тушь на запечется все равно одним цветом а нормалку мы будем делать свои здесь выбираем 496 output сайс ну когда будем запекать полностью текстуры и текстуры для то есть для карты этих тоже разрешение должно быть 496 а иди в принципе можно оставить она подставить на на наши карты но это не факт что еще здесь можно еще добавить но идея вручную добавлю амбин куру position thickness так и антиаляйзинг можно добавить чтобы более качественно ложилась текстура но при этом будет дольше запекаться вот эти вот рабочие конечно на паузу поставлю ну каждую эту карту нужно будет прождать пока она пропечет вот этот сап сайм линк ну зато по идее будет качественнее выглядеть наши текстуры я оставлю 4 на 4 можно сделать меньше можно сделать больше я оставлю так так что еще амбинта кружим здесь можно добавить чтобы пожирнее что ли были на вот эти тени в пересечениях ну что ж жмем я буду ждать не знаю какое то время может полчаса я поставил антиаляйзинг 4 на 4 ставлю паузу и мы с вами увидимся вы ждать не будете ждать буду я увидимся уже после запечения карт время на запекание ушло 45 минут значит запек я все наши три материала и теперь давайте добавим id map так и дима обстов добавляем стоп есть так борц так теперь практически полный комплект карт нормалки нету но но мог его добавлять именно сюда из одной из текстур для которой есть уже нормал мат и сюда и и добавлю также нормалку можно делать здесь вот эти вот фиджем то есть рисуем здесь от блэк маск от фил допустим добавим сюда на эти кирпичи что добавляем кирпичи ведь уже сразу же нет чтоб красивее было нет сюда в стоп на банк ну это просто как этот пример от блэк маск от фил добавляем сюда и хейдж и и здесь можно сейчас кирпичи увеличить разрешение именно этой текстуры разрешение именно этой текстуры разворачивать можно в нужном направлении 90 и здесь мы регулируем в какую сторону будет у нас выдавливаем получается такой вот так же можно добавить цвет инвертировать можно саму карту инвертировать получается цвет у нас не внутри прожилок а снаружи как кирпич высоту тогда в другую сторону можно выдавить ну то есть можно таким вот образом поиграться получается и как видим на самой печке у меня развертка на лежит не по направлению определенному как в досках в досках все отлично то есть как нужно лежит материал но опять же повторюсь печку я буду делать здесь просто будет рандомная текстура глины ну что же на этом я эту часть видео заканчиваю ставьте лайки подписывайтесь на мой канал увидимся в следующих видео всем пока в следующих видео